Дотери Доренко едва не подрались с его женой Юлией прямо на кладбище. Конфликт произошел в травмном зале, рассказал сотрудник Троекорского кладбища. Между старшими детьми Доренко от первого брака и его второй женой Юлией никогда не было нормальных отношений. Дело в том, что 9 лет назад Сергей ушел от своей жены Марины, с которой прожил 30 лет к молодой журналистке своей сотруднице Юлией Селявиной. В этом союзе тоже появились дети Варя и Вера 9 и 10 лет. Старшие дочери Екатерина и Ксения так и не смогли принять поступок отца. Первое время после развода совсем не общались. Потом наладили отношения с Доренко, но не с его новой женой. И похоже, общее горе тоже не смогло помирить женщин. Сегодня Юлия Доренко приехала на Троекорское кладбище, чтобы оформить все необходимые процедуры, связанные с погребением. При этом она распорядилась кремировать тело супруга. Но это категорически не понравилось дочерям. Они оказались на кладбище в это же время. Женщины начали кричать на Юлию, рассказали сотрудники Троекорского кладбища. Знаю, что чуть не подрались. Даже полиция приехала. Дочки заявили, что это Юлия виновата в смерти отца. Чуть ли не она его отравила, потому и хочет теперь поскорее тело сжечь, чтобы замести следы. Они же настаивали на погребении в гробу. Приехавшим сотрудникам полиции, девушки также пытались догадать, что Юлия желала смерти их отцу. Даже заявление пытались тут написать, но ничего у них не приняли. У нас на Троекорском сегодня все это событие обсуждают. Сотрудник кладбища отметил, что все три женщины очень расстроены. Видно, что большое горе в них. У нас драки, у гроба, кстати, случаются периодически. Люди не могут сдержать эмоций. Похороны Доренко назначены на 12 мая. Сын Прохор общается со всеми, и с Юлией, и с сестрами. Надеюсь, он сможет их всех как-то успокоить, говорит коллега Доренко Сергей. На погребении будет очень много людей. Сергей Леонидовича знала и любила вся Россия. А вот комментарий юриста Александра Сыромятникова. Законная супруга, а Юлия Доренко именно такой и является, имеет все права распорядиться похоронами по своему усмотрению, кремировать или похоронить. В гробу ей решать, не детям. Не думаю, что Екатерина и Ксения удастся что-то. Максимум примут от них заявление, устроят проверку доследственную. На что проверять, когда судебно-медицинские эксперты уже установили причину смерти. И никакого криминального подтекста в ней нет. На 60-м году жизни погиб известный теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Об этом сообщил ряд СМИ. Обстоятельства гибели журналиста выясняются. Пока известно лишь то, что Сергей Доренко почувствовал себя плохо, находясь за рулем своего мотоцикла. Он не смог справиться с управлением и попал в ДТП на Николямской улице в Москве, врезавшись в бетонное ограждение. Врачи боролись за жизнь журналиста, пытаясь вывести его в состояние клинической смерти, но спасти Доренко так и не смогли. Впрочем, по информации агентства РИА Новости, смерть журналиста наступила не в результате падения с мотоцикла, а по естественным причинам, то есть к смерти привело некое заболевание, а не падение с мотоцикла. Сергей Доренко родился в Керчи в 1959 году и в последнее время был главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!